Тема, какой у нас план нашего сообщения. Сначала я расскажу, постараюсь рассказать о проблемах реализации расчета железобетонных конструкций и реализации, и применения его рядовыми пользователями. Зачем? Ну, я немножечко, чуть-чуть буду, пополемизирую с Михаилом Борисовичем, который вчера делал сообщение, и у кого-то может создаться впечатление, что программными комплексами пользоваться опасно. Я думаю, что мне удастся предъявить определенные элементы в этом смысле. А затем мы, я думаю, за час-полтора Роман Юрьевич покажет, продемонстрирует программный комплекс Лиры Романомах, пакеты прикладных программ, делая упор на именно наши изобетонные конструкции. Да, я еще сделаю сообщение, во второй части своего сообщения, я расскажу вам о некоторых объектах и некоторых задачах, в основном достаточно сложных, которые решаются на основе программного комплекса Лиры. Это сообщение будет немножко дублировать мое сообщение, которое было сделано месяц назад на ученом совете ЦИНИСКО, НИИЖБО и НИОСПО. Ну, и так и приступаем. Ну, какие требования в реализации расчета железобетонных конструкций в программных комплексах, универсальных программных комплексах? Ну, это, по-видимому, такие комплексы, как Старк, Микрофе, Скат, Лиры. Я думаю, что эти проблемы, наверное, в общем-то, общие у разработчиков этих комплексов и у пользователей. Ну, если что-то я упущу, то, наверное, не присутствует в зале, кто-то из этих представителей, что меня немножко... Ну, какие требования у разработчиков? Они должны разработать такой программный комплекс, чтобы он отвечал всегда на все вопросы пользователя, какими бы они сложными не были. То есть рассчитывается, допустим, очень большой объект, в котором там тысячи элементов, колонн различного сечения, балок, сложных плит, сложной конфигурации с отверстиями переменной жесткости, фундаментных плит на сваях, на грунтовом основании, включения различных оболочек, стен, диафрагм, с отверстиями и так далее и тому подобное. Стержевые системы могут иметь самые различные... Стержевые, железобетонные стержевые элементы могут иметь самые различные сечения. И комплекс всегда должен сказать, какое армирование рекомендуется применять в том или ином элементе. Ни в коем случае он не должен сказать, я не умею армировать такой элемент. Или я не знаю, что с этим делать. Он всегда должен давать ответ. В этом трудности реализации, потому что, к сожалению, нормы не могут дать ответа на все эти вопросы.